здравствуйте друзья вы на канале истории мира сегодня речь в нашем ролике пойдет о таких мистических существах как оборотня присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра оборотень мифическое существо и одна из древнейших легенд мировой истории об истинном источнике происхождения можно только догадываться к счастью древние люди позаботились о записи и сохранении существа чуждого нам мира менее прижилось второе имя чудовище ликантроп но она может быть намеком на происхождение мифического существа кстати фильме другой мир их называли ликанами человек будучи укушенным или поцарапанным этим существом подвергался проклятию и становился монстром очевидно слюна и кровь оборотня содержит сильнейший яд вызывающую жуткую мутацию и приобщение к магическим силам оборотням часто приписывают сверхчеловеческую силу и обостренные чувства намного превосходящую силу человека и волка человек зверя обычно носит европейский характер легенды но знание об этой расе распространилось по всему миру более позднее время существа похожие на оборотней известны в историях всего мира особенно среди коренных американцев правда большинство из них связано с другими видами животных за ныне мифическим существом в прошлом охотились подозреваемых казнили почти так же как ведьм и колдунов потому что их часто обвиняли в умении перевоплощаться в тела зверей подобные мифы дают нам исторический взгляд на необузданную человеческую веру в оборотней многие из обвиняемых подвергались казни поскольку сельские жители нуждались в том чтобы кто-то ответил за мертвый скот либо иное необъяснимое происшествие в 1521 году пьер бурго и мишель варден были казнены как оборотни исторические документы показывают что они были серийными убийцами в 1573 году во франции вновь казнят оборотня по имени жиль гирьен который был признан в череде убийств разумеется в ту эпоху не было термина маньяк и подобные случаи расценивали по обвинению оборотень хорошо известным случаем появления оборотня является человек из германии по имени питер штумп предполагалось что питер был пойман соседями в фазе трансформации в тело человека они стали очевидцами как питер снял пояс волка и перепуганные люди решили запереть оборотня в сарае на момент разбирательства подозреваемый полностью трансформировался в свою обычную человеческую форму и признался в убийстве изнасилований и людоедстве не буду лукавить истинной истории происхождения оборотни никто не знает разве что старожилой расы людей оборотней а вот возможные причины появления легенды были озвучены несколько раз вполне возможно что ночные нападения волков на поселение стали причиной возникновения легенды все же раньше у людей были весомые доказательства верить в них подозреваемые в деянии люди впоследствии подвергались пыткам на исповеди в кипящем котле появлялись доказательства укрепляющие веру в оборотней не исключено что история оборотней образовалась для объяснения противостояния с вампирами так как миф о вампирах можно проследить вплоть до царской семьи которые имели пристрастие кровопролитию например влад цепиш о котором кстати есть ролик у меня на канале древнеримский поэт овидий написав метаморфозы в первом году нашей эры поведал историю короля ликоана происхождение слова ликантроп и понятие клиническая ликантропия который оскорбил богов за обедом юпитер отреагировал на это немедленно и превратил ликана в оборотня происхождение таких существ как оборотни никогда не будет известно а виде вполне мог быть инициатором рождения мифических существ сообщалось о различных методах превращения в оборотня один из самых простых является одевание пояса из волчьей кожи пояс пропитанный зельем от самого дьявола пояс оборотня давал человеку сверхъестественные и даже магические способности одновременно с этим инферальная сущность поглощала сознание человека и проникала в наш мир и на этом все если ты оборотень или вампир то подписывайся и ставь лайк пока